Доброго времени суток! И с вами всё о фильмах и сериалах. И сегодня мы узнаем, как Эмилия Кларк стала Матерью Драконов. Ещё несколько лет назад актриса Эмилия Кларк в своём резюме могла указать лишь два небольших эпизода. Проходная роль в мыльной опере да телефильм. Сегодня Матерья Драконов получает по 300 тысяч долларов за серию «Игры престолов». Самой популярной телесаги в истории HBO. А пока Дейнэрис Таргарин ведёт Датракиса вперёд, мы оглянемся назад и посмотрим, какой путь к славе пришлось пройти самой Эмилии Кларк. Она родилась осенью 1986 года и выросла в живописном графстве Булкингемшир. Девчонкой она была одержима образом Одри Хёрберн в фильме «Моя прекрасная леди». В Лондоне Кларк посещала знаменитую школу драматического искусства «Драма Сент-Лондон», выпускниками которой в своё время стали Колин Фёрд, Майкл Фассбендер и Том Харди. Свою первую проходную роль она сыграла в британском сериале «Врачи». Кроме того, она сыграла девочку-подростка в телефильме «Атакой с триасового периода». Сюжет вертится вокруг шерифа, который сражается с чудесным образом ожившими динозаврами. Эмилия работала на шести работах, чтобы платить за квартиру. Когда агент позвонил и сказал, что сумел назначить ей пробы в сериал HBO, ей пришлось казаться больной на одной из этих работ. Чтобы подготовиться к прослушиванию на роль в «Игре престолов», она перерыла всю Википедию и прочла всё, что могла о серии книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. «Этот персонаж должен был походить на Жанну Дарк, нести почти мессианский накал, только одной актрисе удалось добиться нужного эффекта», рассказал исполнительный продюсер телепроекта «Вайз» в интервью журнала Hollywood Reporter. Кларк играет Дейенерис Таргариен, сильно уверенную в себе храбрую молодую женщину, которая стремится вернуть дому Таргариена в Железный Трон. В первом сезоне Дейенерис помогла вылупиться трем драконам, за что получила прозвище «Матерь драконов». В реальной жизни Кларк носит ожерелье с гравировки моды, Mother of Dragons, которые ей подарили создатели сериала «Вайз» и «Беннио». Она даже пыталась выкрасть яйца со съемочной площадки, правда безуспешно. Когда стало ясно, что сериал становится супер-успешным, Эмилия Кларк, Питер Динклэйч, Николай Костер-Вальдао, Кит Харрингтон, Лена Хиди объединились и попросили прибавки к гонорарам. По слухам, за седьмой сезон Кларк получит уже 7 миллионов долларов. Несмотря на все это, Кларк удалось не стать героиней «Желтой прессы» и избежать неприятностей. Она недолго встречалась с создателем Гриффинов, Сэтом Макфарленом. На улице узнают ее редко, естественный темный цвет волос никак не вяжется с платиновыми локонами Дейенерис. В 2015 году Кларк снялась с Арнольдом Шварценеггером в «Терминатор Генезис» в продолжении культовой франшизы студии «Парамаунт» в роли Сары Коннор. В этом году на экраны выходит романтическая драма «До встречи с тобой», снятая в духе любимого всеми «Дневника памяти» с Сэмом Клафлином в главной роли. Также Кларк сыграла в психологическом триллере «Голос из камня». Фильм снимался в настоящем итальянском замке. Были и такие предложения, которые Кларк отвергала. Например, она отказалась сниматься в 50 оттенков серого из-за обилия обнаженных сцен. И несмотря на то, что «Игра престолов» подходит к концу, работы у Кларк предостаточно. Этот сериал открыл передо мной множество дверей. Вообще-то он открыл их все, сказала она в интервью журнала Harper's Bazaar.